Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 313, сочинение. Опишите какую-нибудь вещь, игрушку, предмет домашнего обихода, которая вам очень нравится или которая когда-либо произвела на вас большое впечатление. Напишите, что бросилось вам в глаза, когда вы впервые увидели эту вещь, каковы и особенные приметы, чем эта вещь вам дорога и озаглавьте свой текст. Любимая игрушка. У меня много игрушек, но любимая только одна. Это большой заяц. Подарили его мне давно. Я была совсем маленькой, как сказала мама, на первую годовщину. Еще мама вспоминала, как я садилась к зайцу, уютно устраивалась у него между лапами и часами сидела, рассматривая картинки в книге или играя с другими игрушками. Я и сейчас люблю устроиться между больших лап зайке. Мне кажется, что он меня ласково обнимает. От этого становится тепло и уютно. Откинувшись, зайцу на живот можно читать книги. Это мое любимое занятие. Или смотреть телевизор. Заяц в этих случаях, как спинка кресла. Только от моей игрушки исходит какое-то тепло, как будто прислонился к теплой батарее. Даже зимой я грею все его живота или ложусь прямо на него сверху и смотрю свои любимые сказки. А лежать на нем действительно удобно. Заяц большой, больше метра в высоту, с широкой спиной. Когда-то он казался мне просто огромным. Теперь я его, конечно, переросла. Но лежать на нем не перестала. Уши у моего зайчика длинные, пушистые, с мягкими кисточками на кончиках. Лапы большие. Когда-то в одной его лапе был мешок с подарками. Помню, как мне всегда хотелось узнать, что он принес. Я была тогда с него ростом. Я часто тянула мешок к себе, но забрать его никак не могла. Мама не раз говорила, что зайчик крепко держит свою котомку, потому что не хочет, чтобы я смотрела его подарки. В тот день я решила увидеть содержимое мешка во что бы то ни стало. Я взяла у мамы ножницы и просто его отрезала. Каково же было мое разочарование, когда я увидела внутри куски ваты. Я долго сердилась на зайца и не подходила к нему, потому что считала, что он перепрятал подарки, лишь бы не делиться со мной. Сейчас мне смешно вспоминать, как я посадила его отдельно от других игрушек и заявила, что он наказан до тех пор, пока не покажет, что же было в его мешке. За много лет мой зайчик уже не выглядит так нарядно, как раньше. Теперь он не ярко-розового цвета, а бледно-розовый. Пушистая шерстка кое-где повытерлась или скаталась, жилет и штанишки поистрепались. В нескольких местах зайчик порвался, и я зашивала своего друга. Но мой зайка все равно мне дороже самых новых и самых красивых игрушек. Я даже не могу объяснить, чем он мне так приглянулся. Но это моя самая любимая игрушка, с которой я не хочу расставаться. Если у вас возникли вопросы, вы можете оставить свои комментарии под видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!